Воденика черная. Она представляет собой небольшой плодоносящий кустарник с круглыми и темно-синими или черными ягодами, которые чуть крупнее черники. Они состоят преимущественно из тонкой кожуры и сока, мякоти внутри практически нет. Имеют твердые семена. Им присущ кислый и пресный вкус. Воденика очень распространена на западе Украины, Белоруссии, в Европейской части России, в Сибири и в Северной Америке. Ее можно встретить на сфагновых болотах, на скалах, в сосновых лесах. В кулинарии применяют как плоды, так и листья, которые можно использовать для консервации. В состав воденики черной входят полисахариды, пектины, сахароза, дубильные вещества. Также здесь содержатся жирное масло, фруктоза, глюкоза и воск. Растения богаты углеводами, кумаринами, бензойной кислотой, позволяющие в течение длительного времени хранить плоды в сыром виде. Но и наибольший процент тут приходится на аскорбиновую кислоту. Ее содержание примерно 47%. Кроме того, это источник антоцианов, кератина, марганца и уксусной кислоты. В листьях кустарника имеются кофейная кислота, алкалоиды, арабинозы и моносахариды. Сок ягод обладает успокаивающим, тонизирующим, расслабляющим, противовоспалительным и противосудорожным действием. Также он известен как эффективное желчегонное и мочегонное средство, регулирующие работу желчного и мочевого пузыря. Вытяжка из плодов помогает людям с различными заболеваниями сердца и сосудов, желудочно-кишечного тракта, глаз и нервной системы. Как же действует ягода в единике черной? Эта ягода успокаивает нервы. Она снимает стресс, устраняет симптомы депрессии, повышает настроение и предотвращает апатию. Таким образом, сон нормализуется, стабилизируется уровень сахара, не допускается зуд и раздражение кожных покровов. Еще эта ягода восстанавливает обмен веществ. При его нарушении возникают проблемы со стулом, повышается вероятность развития ожирения и может произойти интоксикация организма. Вследствие его загрязнения шлаками в кишечнике создается благоприятная почва для роста новообразований. Водяника же, будучи богатой дубильными веществами, позволяет снизить такие риски. Еще водяника укрепляет иммунитет. Это происходит за счет содержания в ягодах большого количества витамина С, который положительно влияет на состав крови. Причина тому улучшение усвояемости железа, который отвечает за устойчивость организма к воздействию патогенной микрофлоры. Все это позволяет свести к нулю вероятность заболевания гриппом, ангиной и т.д. При применении ягод водяники черной ускоряется восстановление кожи. В результате употребления ягод ткани быстрее заживают после полученных ушибов, трав и ран. Вместе с этим уменьшается интенсивность болей и обеспечивается надежная защита от проникновения в кровь вредных бактерий через поврежденные участки. Польза водяники черной будет заметна и в случае ожогов, обморожений, дерматических заболеваний, таких как экземов, крапивница, псориаза, дерматита и других. Если вы будете применять ягоды водяники черной, то это поможет улучшить состояние волос. Они становятся более гладкими, пышными и послушными. Их объем на голове постепенно увеличивается за счет укреплений фолликулов. В дополнение к этому восстанавливается выделение кожей сала, из-за чего волосы загрязняются гораздо медленнее. При применении ягод увеличивается острота зрения. Ягода очень полезна для людей, страдающих врожденной или приобретенной миопией. При таком заболевании человек плохо видит на дальнем более 10 метров расстояние. Водяник же улучшает качество картинки и при этом защищает от повышения внутриглазного давления, отслоения сетчатки и других офтальмологических патологий. При применении ягод водяники улучшается работа почек. Водяника обладает тонизирующим действием. Выводит из почек соли и токсины, способствуя нормальному их функционированию. Особенно она полезна для людей, злоупотребляющих алкоголем, у которых почки не могут как следует справляться с очищением организма и своими функциями фильтра. Также, если вы будете применять ягоды черной водяники, у вас будет происходить омолаживание кожи. Ягода участвует в реконструкции поврежденных клеток, что очень полезно для организма, так как при нарушении этого процесса он быстро стареет. Кроме того, она способствует насыщению кислородом внутренних органов и тканей, за счет чего мелкие морщины, если и не проходят полностью, то хотя бы частично разглаживаются. Омоложению способствует и детоксикация, ведь вредные вещества скапливаются внутри годами, они загрязняют организм и ускоряют старение. Кроме всего причисленного, ягоды отлично утоляют жажду и подавляют чувство голода. Их также применяют при гипертонии, эпилепсии, для предотвращения приступов и при головных болях неизвестного происхождения. Из листьев растения создан один противоэпилептический препарат, успешно проходящий испытания в лаборатории. Следует помнить о том, что не рекомендуется использовать плоды и листья растения беременным женщинам. Женщинам в период лактации, грудничкам, поскольку они могут вызывать аллергическую реакцию у организма. Пожилым людям их тоже нужно давать с крайней осторожностью, и только в небольшом количестве. Продолжение следует...